Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. На самом деле, Лев Фадимович уже все мои вопросы затронуло и убедительно показал нам, что действительно при использовании пилимумаба мы можем видеть длительный контроль над заболеванием. И даже из своего, уже такого достаточно приличного опыта, мы тоже подтверждаем эти результаты, потому что часть наших пациентов, которые первыми получали у нас пилимумаба, это было уже три года назад, до сих пор живут, причем живут и с болезнью, и без болезни, но даже если какие-то проявления болезни остаются, то это заболевание дальше не прогрессирует. Хочу лишь напомнить вам, что в том созвездии новых препаратов, которые сегодня зарегистрированы для лечения меланомы, именно пилимумаб стал первым препаратом, который в рандомизированном исследовании показал, что действительно возможность увеличения общей продолжительности жизни пациентов с метастатической меланомой, она существует, потому что мы с вами хорошо очень знаем, что огромное количество и новых препаратов, и комбинаций химиопрепаратов, и биопрепаратов, цитокины, вакцины и так далее, все это очень активно исследовалось при меланоме в течение, наверное, практически 40 лет, но и пилимумаб стал первым препаратом, который показал, что это действительно возможно. Ну, я не буду уже, так сказать, подробно останавливаться на этих результатах, потому что Лев Вадимович об этом сказал, но некоторые, может быть, такие особенности, с чем мы впервые столкнулись, используя и пилимумаб, все-таки хотела бы подчеркнуть. Ну, вот эти известные кривые, на что здесь надо обратить внимание, и это очень важно не только с теоретической точки зрения, но и с практической. Первое, мы видим, что все-таки от момента начала лечения, это вот то исследование, где с вакциной сравнивалось и пилимумаб у ранее леченных пациентов, практически в течение первых трех месяцев мы не видим расхождения кривых. Это значит, что вот такой быстрой непосредственной эффективности у пилимумаба, как, скажем, у ингибиторов Бераф, нет. А вот это расхождение, оно начинается уже после трех месяцев, и здесь различия практически в два раза в общей выживаемости сохраняются. И самое главное, что вот эта кривая уже после трех лет, она выходит на такое плата, и это говорит о том, что, да, и напомню, что вообще-то лечение, собственно говоря, пациенты-то получали именно в первые 10 недель, потому что стандартный сегодня зарегистрированный режим использования пилимумаба – это 4 введения с интервалом в 3 недели. А вот дальше, дальше лечения-то не было. Ну, у тех пациентов, которые отвечали, естественно, на лечение, а тем не менее контроль иммунной системы над заболеванием, он сохранялся. Ну, это тоже тогда я пропущу, потому что Лев Вадимович говорил про это исследование. Здесь хочу только обратить внимание на длительность ответа. Вот у тех пациентов, у которых все-таки был зарегистрирован объективный ответ, мы видим, что эта длительность составила 19 месяцев, то есть практически в 2 раза больше, чем длительность ответа, который давал нам докорбозин. Ну, тоже, к сожалению, тут ряд слайдов повторяет друг друга, а именно то, что вот после 3 лет, в общем-то, еще раз мы убеждаемся, что дальше вот такого драматического снижения не вызывает, не происходит, и те пациенты, которые прожили 3 года без явного прогрессирования, у них есть шанс и продолжать жизнь без прогрессирования болезни. Почему не было столь явного различия в безрецидивной выживаемости? Потому что впервые при использовании эпилемумаба было понятно, что ответы на лечение, они не полностью сопоставимы с теми ответами, которые дает химиотерапия. И в частности, ну, если два первых ответа, это, так сказать, непосредственное уменьшение объема опухолевой массы или стабилизация, а затем уменьшение объема опухоли, ну, это такие достаточно традиционные ответы. Но оказалось, что эпилемумаб может давать и совершенно другой тип ответа. Это ответ, который развивается после первичного прогрессирования заболевания. Скажем, на 12-й неделе, это первое обследование, мы можем видеть элементы прогрессирования, в том числе и появление новых метастазов. А вот дальше, при последующем наблюдении уже без лечения, тем не менее, происходит уменьшение объема опухоли, в том числе и, возможно, достижение полных эффектов. Поэтому, естественно, что, поскольку результаты протокола при определении эффективности использовали стандартные, рециск критерии, то это и привело к занижению показателей и объективных ответов, и медианы выживаемости без прогрессирования. Поэтому встал вопрос о том, что все-таки нам надо для того, чтобы объективно оценить результаты эпилемумаба и других возможностей иммунотерапии, нам надо все-таки подумать и внести новые критерии. Такие критерии были разработаны группой ведущих экспертов. Самое главное их отсутствие от стандартных критериев ВОЗ или РЕЦИД в том, что как раз-таки там допускается появление новых очагов. И вот эти новые очаги, уж если они появились, то они также входят в суммарный объем опухоли. А цифры-то все те же самые. Для достижения частичного ответа нам надо на 50% уменьшить опухолевую массу. И это возможно на самом деле, даже несмотря на то, что новые очаги появились, но поскольку старые отреагировали на лечение, то мы вот такой вот эффект и видим. И самое важное, что это не... Ну, здесь важно отметить, что вообще-то практически во всех группах пациентов было преимущество эпилемумаба по сравнению с вакциной. Но все-таки, если мы говорим о том... А вот это очень важный вопрос, и мы сегодня чуть позже будем еще его подробнее обсуждать. Кому же все-таки, вернее, у кого, вернее, можно с наибольшей вероятностью рассчитывать на эффект эпилемумаба. Потому что, ну, и данные международные, и наш опыт говорит о том, что, в принципе, мы можем увидеть эффект этой терапии практически у любого больного. И в то же время мы можем и не увидеть его тоже. Поэтому, конечно, нам важно не с учетом, опять же, наших возможностей, нам надо сконцентрироваться именно на тех пациентах, у которых мы с наибольшей вероятностью можем получить этот ответ. И вот такие предикторы сейчас изучаются. И, в частности, вот первое исследование показало, что все-таки у пациентов с вовлечением только или с неоперабельной третьей стадии меланомы или с вовлечением лимфоузлов кожи и легких, все-таки вот это преимущество эпилемумабу более выражено. Второй аналогичный показатель – это уровень ЛДГ. Мы тоже видим, что при все-таки нормальном уровне ЛДГ также преимущество эпилемумаба более выражено, чем у пациентов с высоким уровнем этого фермента. Ну, таким образом, еще раз, особенностями ответа на лечение – это то, что у препарата, с одной стороны, нет прямого противоопухолевого действия, и эффект его развивается непосредственно через активацию это клеточного звена иммунного ответа, что частота объективных ответов не так высока, но, тем не менее, с учетом стабилизации, все-таки примерно у третьей мы можем видеть вот этот контроль. Особенностью является возможность длительного контроля над заболеванием, хотя не всегда он развивается быстро. Ну, и примерно у 10-15% мы видим как раз-таки реализацию ответа через первичное прогрессирование, поэтому при использовании этой терапии, при оценке эффективности, мы должны пользоваться вот этими новыми иммунозависимыми критериями. И нам с практической точки зрения важно, что это никакая не такая вот теоретическая надуманность, на самом деле здесь мы видим, что наибольший эффект мы видим у пациентов, которые и по стандартным критериям РЕЦИСТ или ВОЗ ответили на терапию, то есть у них был полный ответ, частичный ответ или стабилизация. Ну, и вот эта вторая кривая, вот здесь такая эффективность оценивалась по иммунозависимым критериям, и вот эта группа пациентов также явно обладает преимуществами по сравнению с теми пациентами, которые на лечение не ответили. Ну, и что в перспективе? Похоже, что мы сегодня получили с использованием второго поколения моноклональных антител, именно тех, которые направлены вот на этот второй контролирующий путь, это антипидиантитела, это пембролизумаб, ниволизумаб. Мы имеем более высокую эффективность, мы видим лучшие показатели общей выживаемости, и, что важно отметить, что мы видим и более благоприятный спектр переносимости. Поэтому сегодня мы можем говорить, что, это я пропущу, потому что об этом говорил Лев Вадимович, то действительно мы получили, ну, пока еще, я говорю, мы, имеется в виду, так сказать, в глобальном масштабе, действительно появились новые препараты, которые позволяют нам длительно контролировать болезнь, вот, и хочется, конечно, чтобы эти препараты были доступны и нашим пациентам тоже, не только вне рамок клинических исследований, но и в рамках нашей стандартной практики. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.